Сегодняшний урок будет посвящаться свободе движений в тазобедренных суставах. И мы будем улучшать движение в тазобедренных суставах за счёт высвобождения кистей рук. И опять удивимся, какие сложные взаимосвязи существуют в теле. Пожалуйста, сейчас в положении стоя почувствуйте, насколько прямо вы стоите. Как распределяется вес тела на стопы. Одинаково ли вы нагружаете правую и левую ногу весом. Как проходит вертикаль сквозь тела, макушку, голову, шею, плечи, грудной отдел. Удаётся ли провести строго прямую линию, непрерывную. Как эта линия проходит вдоль поясницы, сквозь таз и опускается между опорой стоп. Удаётся ли провести непрерывную линию и проходит ли она строго через середину тела. Пожалуйста, ощутите себя в пространстве, насколько высоко располагается потолок. Каково расстояние от глаз до пола и куда обращён ваш взор. А теперь, пожалуйста, ложитесь. Все упражнения мы будем делать очень медленно, для того, чтобы нервная система успевала анализировать рисунок движения. Какие мышцы и в какой последовательности включаются в движение. Все упражнения мы с вами будем делать очень плавно, для того, чтобы в этой плавности тоже нервная система успевала выстроить последовательные движения. И с большими паузами между упражнениями, потому что после сокращения мышцы активно расслабляются. И в этот момент происходит основная работа. Я буду задавать серию вопросов, на которые не нужно отвечать вслух. Вы отвечаете на них для себя и про себя. И мы лежим на полу для того, чтобы нервная система маркировала тело. И когда мы лежим на полу, мы как будто, соприкасаясь большой поверхностью с полом, мы смотримся как будто в свой тактильный отпечаток или отражение в зеркале пола. Поэтому в этот момент тоже для нервной системы проще проанализировать схему тела и оценить симметрию, асимметрию. В норме асимметрия присутствует. Поэтому мы свою асимметрию принимаем, любим и смотрим, как она меняется в течение урока. Пожалуйста, почувствуйте, как затылок соприкасается с полом. Насколько этот контакт симметричен. Может быть, нос смотрит не строго к потолку, отклонён чуть в сторону. Может быть, одно ухо чуть больше наклонено к плечу. Насколько симметрично лопатки соприкасаются с полом. Может быть, одна чуть больше давит на пол, другая чуть меньше. Почувствуйте, какова длина ваших лопаток. Где верхний край лопатки соприкасается с полом, где нижний, почувствуйте, насколько широки ваши лопатки. Какая из них расположена ближе к позвоночному столбу. Какая дальше. Почувствуйте, как соприкасаются с полом ребра. Справа, слева этот контакт одинаков. И с одной стороны вы чувствуете чуть его более ярко. Прислушайтесь к своему дыханию. Насколько оно симметрично. Почувствуйте, как ягодица соприкасается с полом. Крестец. Симметрично ли положение крестца? Это такая большая, мощная кость между двумя ягодицами. Как соприкасаются с полом бедра, пятки. Какая ножка может быть чуть больше повернута кнаружи, какая-то кнутри. Или положение ног на полу симметрично. Теперь опять давайте проведем вертикаль, проходящую через макушку, шею, грудную клетку, поясничку, таз, уходящий между ног. Насколько эту вертикаль легко провести в положении лежа, по сравнению с положением стоя. Более отчетливо она, менее прерывисто. Хорошо. Теперь, пожалуйста, согните ноги в коленях, поставьте стопы на пол. И опять почувствуйте, как ваши лопатки соприкасаются с полом. Изменился ли контакт? Почувствуйте длину ваших лопаток, какую вы чувствуете более ярко, почувствуйте ширину ваших лопаток, границы какой лопатки очертить проще, почувствуйте расстояние между позвоночным столбом, позвоночником и лопатками. Почувствуйте, как крестец и таз соприкасаются с полом. А теперь представьте, что крестец – это пресс-папье, и, пожалуйста, перекатите его к пояснице, и в этот момент поясничка прижимается к полу. Мягко, плавно вернитесь обратно. Вы перекатываете крестец к пояснице, и поясничка прижимается в этот момент к полу. Живот втягивается. Мягко, плавно возвращаетесь обратно по инерции. А теперь, перекатывая крестец и таз по направлению к пояснице, к голове, почувствуйте, как последовательно один за другим поясничные позвоночки прижимаются к полу. Один, другой, третий. И попытайтесь в обратной последовательности вернуться обратно в положение нейтрали. И опять перекатите крестец и таз по направлению к пояснице. Поясница от этого прижимается к полу, и вы последовательно один за другим начинаете чувствовать, как прижимаются позвонки. Хорошо. Великолепно. И отдохните, пожалуйста, в положении нейтрали. Теперь опять давайте перекатим крестец и таз по направлению к пояснице. Поясница прижимается к полу. Вы чувствуете последовательность прижатия позвонков. И почувствуете, что в этот момент делает головушка. Остается она неподвижной на полу? Или слегка запрокидывается назад, так что подбородок идет к потолку? Или слегка кивает вниз, так что подбородок прижимается к шее? Мягко, плавно вернитесь обратно. В тот момент, когда вы прислушиваетесь к своим ощущениям, вы задерживаете дыхание? Или вы дышите в такт своим движением? Пожалуйста, задержите дыхание и прикатите крестец и таз по направлению к пояснице. Мягко, плавно вернитесь обратно. Повторите движение несколько раз. И восстановите дыхание, не задерживайте его дольше, чем это было бы в зоне комфорта. Хорошо. А теперь давайте сделаем вдох и перекатим крестец и таз по направлению к поясничке. Выдох, мягко, плавно вернемся обратно. Вдох, опять прижмем поясницу к полу, выдох, мягко, плавно вернемся обратно. Теперь давайте поменяем направление, ритм дыхания. И в тот момент, когда мы перекатываем крестец и таз по направлению к пояснице и прижимаем поясницу к полу, сделаем выдох. Вдох, на вдохе, мягко, плавно вернемся обратно. Выдох, мы прижимаем поясничку к полу и чувствуем, как позвоночки один за другим касаются, соприкасаются с полом. Выдох, мягко, плавно возвращаемся обратно. Теперь абстрагируйтесь, пожалуйста, от дыхания и почувствуйте, что происходит с лопатками в тот момент, когда вы перекатываете крестец и таз по направлению к пояснице. Остаются они неподвижными на полу или вы чувствуете скольжение лопаток по полу или, наоборот, грудной клетки относительно лопаток. И вытяните, пожалуйста, ножки, отдохните. Хорошо, опять согните ноги в коленях, поставьте стопы на пол. Раскиньте руки в стороны под углом 90 градусов по отношению к туловищу. Посмотрите, чтобы было достаточно места. Нужно раскинуть руки в сторону под углом 90 градусов. Сожмите кисти в кулак. Не обязательно сжимать сильно, но, тем не менее, пальчики должны быть прижаты друг к другу. И в этом положении тоже, пожалуйста, перекатите крестец и таз по направлению к поясничке. Мягко, плавно вернитесь обратно. Что изменилось в последовательности движений или в яркости ощущения движений? Стало ли легче перекатывать в этом положении крестец и таз по направлению к пояснице? Или ничего не изменилось? А теперь давайте в очередной раз, перекатывая крестец и таз по направлению к пояснице, повернем запястье вверх. Как будто мы их крутим по полу, вращаем их вверх. Из той положения нейтрали, в которой они были. Допустим, если они у вас были ладонью вверх, руки располагались, то вы относительно этой своей точки нейтрали вращаете кисти вверх по направлению к ушам. Не так, чтобы ладонь начинала смотреть в пол, а так, чтобы ладонь начинала смотреть по отношению к голове вверх. Хорошо. И перекатывая крестец и таз по направлению к пояснице и вращая кисти вверх, почувствуете, как последовательно позвонки прижимаются к полу, мягко, плавно возвращаются обратно. И, пожалуйста, отдохните в положении нейтрали, вытягивайте руки, ноги, отдыхайте. Можно расположить руки вдоль туловища. Опять почувствуете, насколько симметрично вы соприкасаетесь с полом, затылок, лопатки. Какая лопатка больше давит на пол, какая меньше. Насколько симметрично ваше дыхание. Давайте опять согнем ноги в коленях, поставим стопы на пол. И в очередной раз, когда мы перекатываем крестец и таз по направлению к пояснице, давайте повернем ладони вниз по направлению к полу. Ручки сжаты в кулак, но при этом мы вращаем кисти вниз по направлению к пяткам. Так что ладонная сторона кисти становится обращенной к полу. Мягко, плавно возвращаемся обратно. Насколько легко или сложно координировать движение перекатывания таза к пояснице с поворотом рук то вниз к полу, то вверх к потолку какое движение сделать проще? Давайте сделаем два движения из положения в нейтрале. При перекатывании крестца и таза по направлению к поясничке ладошки повернем к полу. И в очередной раз перекатывая крестец и таз по направлению к поясничке повернем ладони к потолку. Какое движение легче выполнить, проще скоординировать? Хорошо, великолепно. Опять вытягивайте руки, ноги, отдыхайте. Опять давайте проведем среднюю линию, проходящую через макушку, голову, шею, грудную клетку. Таз, уходящую между ног. Насколько симметричный вы себя сейчас чувствуете? Более симметрично по сравнению с началом урока, менее симметрично так же. И опять давайте согнем ноги в коленях, поставим стопы на пол. И теперь в очередной раз перекатывая крестец и таз по направлению к пояснице, продолжим это движение, чтобы почувствовать, как вес тела смещается по направлению грудной клетки, и вы чувствуете большую опору на лопатках, позвонок за позвонком. Мягко, плавно возвращаетесь обратно. Вы начинаете перекатывать таз по направлению к лопаткам на вдохе, выдохе или на задержке дыхания, как это происходит с вами сейчас. Теперь опять давайте расставим руки широко, перпендикулярно к туловищу. Ноги согнуты в коленях. И теперь перекатывая, надавим правой стопой в пол. Мягко, плавно вернемся обратно. Опять надавим правой стопой в пол. Мягко, плавно вернемся обратно. В тот момент, когда вы давите правой стопой в пол, всей стопой, да, не пяткой. Может быть, ноги должны быть чуть больше согнуты в коленях, и стопы располагаться под коленями. Опять надавите полной стопой в пол. И почувствуйте, вес таза смещается в этот момент куда? По направлению к пояснице и противоположной половине таза? По направлению к пояснице и соименной половинке таза? К правой? И в очередной раз, когда вы надавливаете правой стопой на пол, левую кисть поверните по направлению к потолку. Мягко, плавно вернитесь обратно. Как будто вы вращаете кисть к наружу, и она обращается к потолку, левая кисть, и смотрит вверх. Мягко, плавно вернитесь обратно. Вы надавливаете правой стопой в пол, и левую кисть вращаете к наружу. Мягко, плавно возвращаетесь обратно. И в очередной раз, надавливая правой стопой в пол, левую кисть поверните вверх потолку и вверх, а правую вниз. Как будто кисти совершают противонаправленное движение. По одной ножке давите в пол, с противоположной стороны левая кисть вращается вверх наружу к потолку, а с соименной стороны вниз к полу. И почувствуйте, какой отпечаток в этот момент тело оставляет на полу. Какая половинка таза начинает больше прижиматься к полу. Какая лопатка начинает больше прижиматься к полу. Всегда спрашивайте, могу ли я это движение сделать с скоростью в два раза меньше, с амплитудой в два раза меньше, плавнее. насколько легко или сложно координировать сейчас это движение. Хорошо. И вытягивайте руки, ноги. Отдыхайте. Почувствуйте, как после серии повторений ваше тело расслабляется на полу. Где вы наиболее ярко в этот момент ощущаете контакт с полом. На уровне лопаток справа или слева. На уровне нижних ребер справа или слева. На уровне таза. И опять давайте проведем среднюю линию, которая проходит сквозь макушку, голову, шею, спускается на грудную клетку, таз и уходит между ног. Опять давайте согнем ноги в коленях. Поставим стопы на пол. Раскинем руки широко в сторону. И в этот раз давайте подавим левой стопой в пол. Мягко, плавно снимем давление. Подавим левой ножкой полностью, полной стопой в пол. Мягко, плавно снимем давление. Почувствуйте, куда в этот момент смещается вес таза. В тот момент, когда вы левой ножкой давите в пол. Он смещается по направлению к левой половинке таза, к правой половинке таза. Почувствуйте, как смещается вес тела на уровне лопатки, лопаток. Какая лопатка начинает больше давить в пол. Или вы чувствуете контакт лопатки более ярко с полом. на уровне лопатки. Хорошо. В очередной раз надавливая левой стопой в пол, поверните правую кисть вверх к потолку. Наружу она вращается. Мягко, плавно снимите напряжение. Надавливая левой стопой в пол, вращайте правую кисть вверх, наружу. Мягко, плавно снимите напряжение. Старайтесь, чтобы движения происходили одновременно. Чтобы нога давила в пол, и кисть вращалась наружу одновременно. Движение начиналось. И в очередной раз надавливая левой стопой в пол, а правую кисть поворачивая наружу к потолку, левую кисть разверните вниз к полу. Мягко, плавно снимите напряжение. Почувствуйте, какую траекторию давление описывает тело на полу. Какой след оставляет это скручивание, которое происходит в теле? Выстраивается ли диагональ между левым полутазом и правой лопаткой? Или вы чувствуете, что больше начиная давление между левым полутазом и левой лопаткой? Когда вы делаете эти движения, вы синхронизируетесь с дыханием? Задерживаете дыхание? Или двигаетесь вне ритма дыхания? Хорошо, опять вытягиваете руки, ноги. Отдыхайте. Опять почувствуете, насколько симметрично вы располагаетесь на полу. Насколько симметрично затылок давит на пол. насколько симметрично лопатки соприкасаются с полом. Какая из них длиннее? какая из них шире? Какая из них ближе? Какая дальше располагается относительно позвоночного столба? почувствуете, насколько симметрично таз соприкасается с полом. Почувствуете ваше дыхание? Где вы ощущаете движение вдоха наиболее ярко? В области грудной клетки, живота? Вы чувствуете более ярко, как дыхание отражается на поднятии живота и грудной клетки? или в тот момент, когда на вдохе ваше тело начинает больше давить в пол? Какое движение вы чувствуете наиболее ярко? А сейчас не думайте и не чувствуйте и не прислушивайтесь ни к каким ощущениям своим. а теперь сосредоточьтесь на том ощущении тела, которое первое бросится в глаза. Для вас это область таза или лопаток? Или вы обращаете внимание на дыхание? Насколько контакт пол по сравнению с началом урока после серии повторяющихся движений кажется вам более мягким или наоборот более жестким? Опять согните ноги в коленях поставьте стопы на пол и опять перекатите крестец и таз по направлению к поясничке поясничка в этот момент прижимается к полу мягко плавно снимите напряжение делаете вы это движение в ритме дыхания на вдохе на выдохе почувствуете как вот это перекатывание крестца и таза по направлению к пояснице влияет на подвижность вашей головушки в тот момент когда вы совершаете движение крестцом что делает ваш подбородок остается неподвижным стремится к потолку или наоборот прижимается к шее в тот момент когда вы перекатываете крестец и таз по направлению к пояснице почувствуйте как далеко распространяется это движение вдоль позвоночника более сильно и ярко начинают давить на пол только поясничные позвонки или вы чувствуете в движении на уровне грудного отдела шеи и пожалуйста вытягивайте руки ноги отдыхайте вот эти движения перекатывания крестца и таза они происходят исключительно в тазобедренных суставах это очень мягкие плавные шарниры вращения таза относительно тазобедренных суставов мы знаем с вами что движение в теле оно не изолировано что несмотря на то что мы перекатываем крестец и таз у нас кивает голова и сквозь и эта сила движения она передается по рельсам костных структур они являются направляющими движения и чтобы увеличить и все тело вовлекается движение и чтобы увеличить подвижность на уровне тазобедренных суставов и передать его всему телу мы используем наиболее длинный рычаг кистей рук в тот момент когда тазобедренные суставы двигаются вовлекать движение все тело вплоть до кончиков пальцев